Алиев бросил вызов Пашиняну. Признать Карабах нельзя заключить договор. Любой вооруженный конфликт создает новую ситуацию в переговорном процессе, направленном на его урегулирование. Другой вопрос, что не каждая сторона межгосударственного противостояния способна эффективно распорядиться вновь сложившейся реальностью. Карабахский конфликт в этом отношении не является исключением. Масштабная эскалация вокруг Карабаха в апреле 2016 года предоставила Армении уникальный шанс признать независимость Нагорного Карабаха и фактически обнулить невыгодные Еревану так называемые мадридские принципы урегулирования, первым пунктом которых значится возвращение Азербайджану части районов, контролируемых армянскими войсками с момента подписания в мае 1994 года бессрочного соглашения о прекращении огня. Его участником на равных с Арменией и Азербайджаном был и остается Нагорный Карабах. Однако тогдашний президент Серж Сарксян, несмотря на озвученные им до апрельской войны предупреждения о таком признании в случае начала азербайджанской стороной наступления по всей линии Карабахского фронта, не решился на этот шаг. К новой эскалации в прошлом месяце на северном участке границы Армении и Азербайджана, произошедшей вне зоны Карабахского конфликта, две республики подошли без серьезных шансов добиться прогресса за столом переговоров. По итогам интенсивных июльских боев тупик в процессе урегулирования стал еще более очевиден, что, помимо прочего, засвидетельствовала риторика первых лиц в Ереване и Баку. Сначала премьер-министр Никол Пашинян представил армянские условия для возобновления переговоров, в числе коих можно выделить взятие азербайджанской стороной публичного обязательства не применять силу и непосредственное участие представителей Нагорного Карабаха в переговорах. Азербайджанский лидер ответил на это не просто отказом, а сопроводил его своеобразным вызовом, заявив, что если Армения так уверена в своих силах, то пусть прямо сейчас признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Если у Армении есть мужество, пусть она признает Нагорно-Карабахскую республику. Посмотрите, я говорю, правительство Армении, признайте ее. Сегодня признайте, а если не признаете, значит боитесь. С этого челленджа из уст Ильхама Алиева прошло уже больше недели, но ни Никол Пашинян, ни кто-либо рангом ниже в армянской столице пока не отреагировали на него конкретными действиями. Возможно, причина в том, что еще годом ранее, выступая в Карабахской столице Степанакерти, Пашинян публично произнес сакраментальную фразу, вызвав потоки негодования из Баку. Армянский премьер сказал тогда, что Карабах – это Армения, и точка. И вновь смелый порыв официального Еревана не вышел за рамки громких деклараций, не приобрел политической конкретики. Более того, вслед за поставленной в августе 2019 точкой последовало несколько встреч на уровне глав МИД Армении и Азербайджана, где Ереван продолжил обсуждать с Баку будущий статус Нагорного Карабаха. О какой точке в таком случае может вообще идти речь? Разве что о многоточии с армянской стороны, да и то весьма двусмысленном. Позиция Азербайджана за переговорным столом не оставляет сомнений в том, что он ведет подготовку к войне, а не к миру с Арменией. Известный призыв трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, от России, США и Франции, о необходимости готовить общество сторон конфликта к миру именно по вине Баку, остается абсолютно невостребованным. Угроза не только восстановить конституционный порядок в Нагорном Карабахе, водрузив в Степанакерте государственный флаг Азербайджана, но и вернуть Зангизур и Сюник, дойти до Еревана и заселить его коренным азербайджанским населением ничего общего с миротворческими тезисами международных посредников не имеют. У армян в таком случае не меньше прав на Баку, благосостояние которого в свое время было напрямую связано с армянским капиталом, а сама азербайджанская столица была, по сути, построена пришлыми армянами. Тем не менее их призывы дойти до Баку остались в далеком 1994 году. Азербайджан с примерной периодичностью раз в 10 лет в последний момент уклоняется от подписания соглашения о карабахском урегулировании. Так было еще при общенациональном лидере Гейдере Алиеве в американском Ки-Уэсте в 2001 году, повторилось в Казани в 2011 году, когда нынешний глава азербайджанского государства последовал примеру своего отца. Учитывая эту традицию, можно ожидать, что и в 2021 году, если дело вдруг дойдет до подписания судьбоносного документа, Баку вновь даст задний ход. Имея подобный послужной список, жалобы Азербайджана на то, что Ереван в течение последних 30 лет неуклонно вел дело к срыву переговоров, представляются по крайней мере ущербными. Но самое интересное в том, что обладая такими дипломатическими козырями и удачными военными диспозициями как по итогам четырехдневной войны, 2-5 апреля 2016 года, так и июльских боев, Ереван не решается сделать следующий шаг. Им не обязательно должно стать признание независимости Нагорного Карабаха или запуск процесса присоединения непризнанной республики к Армении. Но подписать со Степанакертом большой договор с акцентом на военно-политическую составляющую взаимодействия двух армянских государственностей в регионе, можно было бы уже в ближайшее время. Что это даст Еревану? Прежде всего шанс вернуться к ситуации 1994 года, когда войну удалось остановить подписанием трехстороннего перемирия и фактическим согласием Баку вступить в переговоры со Степанакертом. В тексте договора может быть указано, что следующая попытка Азербайджана решить конфликт военным путем встретит официальную декларацию Армении о признании государственности Нагорного Карабаха. Целесообразно также до юри закрепить гарантии безопасности и военной взаимопомощи, которые, помимо прочего, предоставят вооруженным силам Армении законные основания находиться на всей территории Нагорно-Карабахской республики НКР, включая и остающиеся спорными районы вокруг нее. Обсуждение статуса этих территорий с Азербайджаном отныне не сможет проходить без участия представителей Степанакерта. Переговоры о формах и содержании территориальных взаимообменов должны перейти на качественно новую стадию. Под контролем Азербайджана остаются части Мартакерского и Мартунинского районов бывшей Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР, а также Шаумяновский район, вошедший в состав Нагорного Карабаха согласно декларации о провозглашении НКР от 2 сентября 1991 года. Таким образом, восстановление своей территориальной целостности не является монопольным правом Азербайджана, которое он возвел в догму урегулирования. С учетом признания НКР хотя бы одним государством-членом ООН подобная монополия азербайджанских властей будет разбита. Территориальный аспект конфликта переводится в плоскость трехсторонних усилий, в рамках которых двумя основными субъектами переговоров призваны стать Азербайджан и Нагорный Карабах. Приближается очередная годовщина грузинской агрессии в отношении Южной Осетии в 2008 году. За эти 12 лет от множества российских и зарубежных экспертов можно было услышать, что Ильхам Алиев – это не Михаил Саакашвили и он никогда не повторит ошибок печально памятного государственного деятеля с авантюристскими наклонностями, которого на родине ждет суд. Впрочем, между действующим президентом Азербайджана и бывшим лидером Грузии, а также нынешним руководством в Тбилиси есть одно политическое сходство под призмой Карабахского и Юго-Осетинского конфликтов. Они не желают отказываться от применения силы и тем самым допускают военные сценарии развития ситуации. Причем Алиев, а отличие от грузинских властей, отвергает подписание подобного соглашения даже с Арменией. Напомним, Москва, Схенвал и Сухум призывают Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает на том, что это обязательство должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия в свою очередь указывают, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта. Годы женевских консультаций, а с ними и весь процесс урегулирования конфликтов между Грузией и Южной Осетией, Грузией и Абхазией так и не привели к прорыву. Неуступчивость Алиева и настрой Азербайджана в целом на исключительно силовой путь решения Карабахского конфликта наводит на размышления. До бесконечности так продолжаться не может. За июльскими боями может последовать эскалация на Нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы или где бы то ни было еще, в том числе и в самой зоне Карабахского конфликта. Но Ереван когда-нибудь все же решится сделать смелый шаг на дипломатическом фронте, отбившись от очередного азербайджанского наскока. Указанный выше вызов Алиева будет принят, и тогда в Баку могут пожалеть, что в свое время сами спровоцировали армян на опасную для азербайджанских властей решительность. Субтитры создавал DimaTorzok